Музыка Здравствуйте, уважаемые дачники-огородники! Мне очень приятно, что вы пришли к нам на семинар. Начало аркарного сезона – отличный повод поговорить о насущных проблемах нового сезона, о жизни нашей и растительной. Если вы помните девиз Клуба органического земледелия – урожай выше, работы меньше, здоровье лучше. И я думаю, что вы согласны со мной полностью, что и поддержите в этом. Многие из вас не первый год ходят в Клуб органического земледелия, и у вас это уже все получается. И я надеюсь, новички тоже поддержат, присоединятся, и у них тоже это получится, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Сегодня темы нашего семинара – королева ягод. Это клубника. Как получить хороший урожай огурцов? Агротехника выращивания огурца. Высадка рассады томатов, перцев, баклажанов в открытый грунт. Выращивание бахчевых культур в нашем регионе. И весенне-летние работы на винограднике. Я предоставляю слово сейчас Светлане Степановне Козловой. Все о клубнике. Если вы помните наш последний семинар, на котором я рассказывала, как я подготовила клубнику к переходу с зимы в весну. Я вам рассказывала, как надо было ее обработать, как ее, значит, надо было корреспонд-фондом, и все. Теперь я, значит, хочу рассказать тот результат, который получился в течение этого месяца. Перед тем, как укрыть спонбондом и клубнику, прежде всего я убрала, я вам рассказывала, что надо было убрать лист, все то, что мешает росту клубники, я это все сделала. Потом обработала раствором, рост концентратом, согласно инструкции. Обработала кустики клубники и сразу укрыла спонбондом. И оставила в покое. Проходит время, короче, уже прошло две недели, даже немножечко больше, и обратила внимание, три дня тому поднимаю спонбонд, а клубника моя зацвела полным ходом. Что, необходимо было срочно убрать спонбонд, что и сделала. Теперь я собиралась как-то второй день обработать мекомом, дать некорневую подкормку, но дело в том, что дождь помешал. Теперь, как только восстановится погода, я обработаю меком, и клубника пойдет развиваться дальше. Она созреет на две недельки раньше, чем обыкновенная клубника, ту, которую я не укрывала. И мне так получается, что кусок спонбонда, мне хорошую часть я накрыла, а два рядочка остается неукрытой. Разница очень большая и разительная. Видать, где укрыто, а где нет. Даже то, что я обрабатывала, все равно сказывается. Укрыть надо было обязательно. Теперь, конечно, единственное, что если только вернутся, возвратные заморозки будут майские. Хотя прогноз обещает нам пройти без заморозков. Но, не дай бог, что случится угроза заморозка, я опять укрой спонбондом. Я поставлю дуги, дуги я рассказывала, что я ставлю с клена, с кленовых веток, и накрываю спонбондом. Камешками прижала, этого достаточно будет, чтобы сохранить клубнику. Конечно, клубника поражается серой гнилью. И вопрос правильный. Чем обрабатывать? Вы вычитали, что надо обрабатывать марганцовкой или йодом. Я вам хочу сказать, мы давно отказались от этих рекомендаций. Почему? У нас есть прекрасный препарат, биопрепарат, микосан, который работает и от гнили, и прекрасно от всех грибковых заболеваний. Вы знаете, клубника еще поражается и мучнистой росой. Применяйте микосан, и вы будете всегда с хорошим урожаем. Светлана Степановна, вы обрабатываете микомом во время цветения? Да, сняла спонбонд и сразу по листу обработала во время цветения. Это не вредит ничего? Хорошо, спасибо. Точно так же обрабатывается и росконцентратом. Кто не успел обработать своевременно росконцентратом, сейчас можно обработать, товарищи. Потом по сечении 10-12 дней обработайте микомом. Или наоборот, миком, потом росконцентратом. Самым главным и важным фактором для выращивания огурца на шпалере это и является подготовка грунта. То есть та среда, в которой он будет расти и чем он будет питаться. Ведь такие огурцы, которые у нас сейчас существуют, это крыспина, кураж, доломит. Очень большой дает отдачу свою меринга. Они пучковые, они такую массу нам дают, что для того, чтобы они это все выдержали и смогли нам дать все-таки этот урожай, для них нужно хороший грунт. Что означает хороший? Это означает, в нем должны быть питательные вещества. Он должен быть дренированным, то есть не глинистым, не застаиваться вода. Особенно плодородным должен быть слой как минимум 20 сантиметров. Для этого мы туда закладываем компост, удобряем агровитом. Если грунт у нас глинистый, каменистый такой, что мы делаем? Роем канавку. И желательно сантиметров 10-15, это опять-таки как минимум. Глубже не стоит закладывать именно хороший грунт. Почему? Потому что корневая система у огурца, она находится на поверхности. И по этой же самой причине он не любит рыхление. Заложили мы грунт, увлажнили, разложили семена. Присыпаем сверху повторно хорошим и рыхлым компостом. Слоем 2-3 сантиметра. Увлажняем повторно. Очень желательно, особенно в наших условиях, когда перепады большие между дневными и ночными температурами, прикрыть этот участок спонбондом. И плюс еще от бложки и от всех родителей, которые так и ждут, пока первые исходы нас проклюнутся. Они как раз будут сочные, будут с большим ароматом. И как раз-то будет для них самое хорошее лакомство. Мы должны, кстати, с вами учитывать, что огурец это теплолюбивое растение. Поэтому сам процесс высева должен происходить тогда, когда температура грунта на глубине 10-15 сантиметров, у нас 14 градусов. А воздуха 18. Это приблизительно в нашем районе в числах 20-х и позже мая. Тогда у нас огурчик взойдет быстренько, никем не поразится, семена не выплюют, не вымокнут. И быстро у нас выйдут сходы и начнет и пойдет продолжение развития самого растения. Сразу после высева мы с вами формируем шпалеру. Не ждем, когда уже огурчики взойдут, а сразу. В дальнейшем формируем растения на шпалеру. Основной, главный побег должен всегда смотреть на шпалеру и расти вверх. Для того, чтобы получить хороший урожай в будущем, 5, 6, 7 листочков от земли. Давайте я вам расту. Мы ослепляем зависть. Вот так вот у нас будет. Эту зависть мы все ослепляем. То есть не даем ему на этом уровне плодоносик. За это время он нарастит очень хорошую корневую систему, которая сможет потом выдержать в общем хорошо сформированное наше с вами растение. Листики можете оставить. Зависть. В первую очередь нам нужно, чтобы растение хорошо сформировалось. Правильно? То есть нужна хорошая корневая система. Вот зависть мы убираем. Смотрите, если мы не убираем урожай на первых до седьмого листика, корень тормозится. Он остается вот в таком размере. И дальше не идет расти. И когда растение у нас вырастает уже полностью большое, хорошее, то этот корень, неразвитый до конца, не выдерживает последующие завязи. Не хватает ему питания. Какой бы тут грунт ни был, как бы мы ни удобряли, как бы мы ни... Самое главное корень. Поэтому, когда мы их ослепим, оборвем зависть, корень у нас пойдет дальше развиваться. Он будет успевать нарастать. И растение быстро пойдет дальше в рост. Да, мы первый урожай потеряем. Но растение мгновенно пойдет дальше в рост и будет развиваться. То есть, ну, по урожаю, может, мы на недельку затормозим себе при... Но зато это того стоит. У нас будет до поздней осени огурцы. В дальнейшем, на третьем, пятом листике мы можем пустить себе боковой побег. Они будут идти у нас. Пускаем боковой побег. И на боковых побегах оставляем три. Ну, можем пять. Опять-таки, смотрим по нашему растению. Как оно хорошо развивается. Как оно этот самый, да? И прищипываем. Все. Дальше мы побег не пускаем. Три-пять листиков на уровне опять-таки, трех-пяти почек от земли. Здесь мы получаем урожай. Срываем его. Ну, как мы любим садить корнишонного типа. Те, которые у нас 10-12 максимум сантиметров растут огурчики. Срываем урожай, собираем. И боковые побеги убираем. Если они даже укоренились, убираем вместе с корнями. Взяли ножничками. Только единственное, когда вы будете переходить от растения к растению, ножнички прокрыть одеколоном, водочкой, спиртом. Потому что растения точно так же, как и мы болеем. Прививочки мы делаем чистыми, стерильными инструментами для себя. Поэтому и для растения, чтобы не перенести, вдруг, не дай бог, у нас какой-то заболел, чтобы не перенести дальше по ряду. Обрезали ножницами секатором, протерли, пошли к другому растению. Долго оставлять боковые побеги нельзя. Они останавливают растения, не дают главному стеблю развиваться дальше. Главный стержень всегда у нас стебель. Главный. Всегда идет вверх. А боковые по земле? А боковые мы направляем вот так. Если он внизу, на третьем листике, он может коснуться земли. Но мы же потом еще будем здесь пускать боковые, правильно? Мы их пустим, боковые, опять на уровне трех-пяти листиков. Оставим, прищипнем, соберем урожай и проведим. У нас, понимаете, у нас тогда с таким образом у нас формируется не одна плеть огурца, которая плетется вот так вот, как змейка лежит, а у нас выйдет целое, мощное, развитое растение наподобие куста. И это все, представляете, это все у нас будет вырожай. Здесь пять, здесь пять. Единственное, для того, чтобы растение это все выдержало, боковые побеги надо убирать. После того, как они отплодоносили, их надо убирать. Работу по формировке лучше всего делать регулярно и где-то один раз в неделю, чтобы не допускать перерастания плодов. Когда плоды у нас растут, у нас корневая система страдает, они делят между собой питательные вещества. Чтобы не допускать того, чтобы растение тратило лишнюю силу на эти, а сразу пускало нам плоды. Поэтому один раз в неделю мы с вами прорежаем и делаем с вами это не в утренние часы, в обед, к вечеру, потому что утром растение сочное, сам огурец вообще состоит на 80% из воды. Растение сочное, растение хрупкое. И когда мы будем, как мы аккуратно не старались, вы знаете, ломается очень быстро и уже же обратно не приклеишь. Еще один такой важный момент. С какой густотой мы сеем? Если мы все-таки с вами решили выращивать наш полильник грядами, а в этом есть очень много преимуществ, и хорошая происходит аэрация, и почва дышит, и световой режим тоже на каждый листик, на каждое все у нас попадает, то как мы его будем с вами садить? Между растениями, здесь мы сделаем с вами 30 сантиметров, между растениями, а между рядами, я нарисую так вот вверх, между рядами, метр, не меньше, потому что растение с боковыми побегами, оно будет пушистое, оно будет развитое. Вот представьте, здесь растение, здесь растение, нам надо с вами пройти, еще раз вернуться, и как-то его надо, чтобы было удобно обрабатывать, и чтобы мы его не поломали, не повредили. Если кто-то хочет ранний урожай, вот тут сверх ранний урожай, сделайте рассаду. Воспользуйтесь рассадным методом, посадите дома, в стаканчики, в горшочки, как мы с вами давно уже разговаривали, и высадите уже готовую рассаду. Для того, чтобы наш огурчик очень хорошо плодоносил, у него должно быть равное соотношение полива и подкормки. Помимо того, что ему нужна вода, как я уже говорила, 80% он состоит из воды, ему нужны еще и питательные вещества, микроэлементы. Какая бы у него не была большая корневая система, все он с земли взять самостоятельно не сможет. То есть надо его будет подкармливать. Чем я предлагаю подкармливать? Это у нас есть и меком огурничный, специально огурничный меком, которым идет полный набор микроэлементов. И я советую этим мекомам подкармливать, пользоваться по листу. Не поливать, а обрабатывать по листу. Что это нам дает? Этот раствор содержит удобрение, когда мы разведем. В хелатной форме. То есть растение сразу его получит. И когда мы опрыскаем по листу, растение быстро в себя это впитает. И получит все 100% удобрения, которые мы ему дадим. Если мы поливаем же в землю, 50% у нас уходит по земле, 20% у нас остается в корнях. И только 30% в лучшем случае дойдет до нашего огурчика, там где нам надо. Мы идем физически, у нас идут потери. Мы ходим, поливаем. Это все равно тяжело. И плюс еще материальные потери. По очереди, после мекома, можно воспользоваться росконцентратом. И еще у нас есть очень хорошая росконцентрат, все уже знают, все пробовали, все работали. Вот есть у нас еще айдар удобрения. Это все идет биологические удобрения. Это идет вытяжка с биогумусом. Обрабатываем мы, опрыскиваем, подкармливаем таким образом через 10 дней. 10 дней и 2 недели. То есть, сначала мы, допустим, сделали с вами мекомом. Это когда огурец уже начал обильно плодоносить. Через 2 недели мы сделали айдаром. И по очереди мы таким образом их чередуем, и наше растение получает полный набор, то, что надо. И он имеет силы и плодоносить, и корень развивать, и таким образом хорошо у нас плодоносит до самых морозов. Защита у нас огурцов сводится к тому, что очень много вредителей. Все уже сталкивались, да? Мы посеяли семена, ждем, что они взойдут. Не тут-то было. Они не всходят. И многим интересно, почему же они не всходят. Или рано посеяли, они вымокли, как мы уже говорили, или что-то, может, семена некачественные. Нам же интересно, правильно? Раскапываем, а семени нет. Вот не можем его найти. И вот хоть-хоть шутилы. Оказывается, у нас есть такие муравьи, которые только и ждут, чтобы мы эти семена посеяли. В дальнейшем, когда, если у нас муравьи пропустили этот момент, да? Мы так обманули их, обманули. Растение все-таки вылезло, взошло. У нас есть еще одна. У нас есть бложки, которые тоже ждут своей очереди. После бложек у нас есть клещи. Не клещи, так тля. Если все-таки от этих всех вредителей мы спасли, у нас есть болезнь. Опять неутешительный момент. Если растение лежит на земле, и мы поливаем, попадает и на листву, и на все это, самопероноспороз, вот сразу, моментально он попадает, и белые огни. Что мы будем делать, как мы будем с этим бороться? От вредителей мы опрыскиваем октофита. Тут надо сразу понимать. Знаете, есть статьи, где предлагают огурцы опрыскивать химией, смешивать и селитру, и этот самый, все в кучу, в целях удобрения. Я против этого категорически, потому что огурец, представьте, один раз в неделю мы его собираем, то есть за неделю он у нас вырастает. Каждый день? Ну, если кто дома, да, каждый день мы его срываем, мы собираем. Если у кого дачники, и у кого этот самый, тогда у нас получается раз в неделю, чаще, но никак не получается у людей. Берем по максимуму. Разложится наша химия, то, что мы брызгаем, то, что мы этот самый, она никак не успевает, нет такой химии, которая за такой короткий срок разложится, и мы употребляем химию. Поэтому только биологические препараты, это октофит, опрыскиваем октофитом, от болезней мы опрыскиваем и микосаном, опрыскиваем и триходермином, от грибковых заболеваний. От вредителей мы смотрим по растению. Как мы видим, что вредители у нас появляются, а его очень сразу видно, и листики начинают курчавиться, и желтеть, и жилки попадают, такие желтенькие. Поднимаем листики, а у нас там каутина, начинаем опрыскивать. Опрыскиваем октофитом, ну, один раз в неделю, и смотрим мы по нашему растению. Надо будет сделать, ну, хотя бы обработки 2-3, это как минимум, потому что клещи очень плодовиты, и чем жарче, тем быстрее у них происходит процесс размножения, чем суша и воздух, это вообще для них благодать. Поэтому, чтобы от октофита мы убрали мамочку, потом, чтобы успеть на деточку, нам надо будет регулярно это все сделать. Растение поправилось, потом снова нет, все, мы прекращаем обработку от этих вредителей. То же самое и от грибковых заболеваний, которые я говорила, и микосан, и триходримин. Мы смотрим по нашему растению, заболело растение, мы обрабатываем. Очень хорошо и полезно смешать микосан с айдаром. У нас пройдет тогда и обработка от болезней, и плюс еще и подкормочек. То есть, не вот сегодня побрызать одним, завтра побрызать другим. Мы можем это все соединить в боковую смесь и пройти по растению. Вы читали, что после каждого сбора огурцов нужно опрыскивать молоком. Я хочу сказать, правильно вы читали. Это молочно-кислые бактерии. Да? Вы согласны со мной? Даже можно сывороткой. Особенно молочко, она немножко до жара, оно быстро прокисает. И что? Молочно-кислые бактерии у нас есть в этом Байкале. Правильно? Отлично. И еще что? Если вы опрыскиваете молоко, что получается? Защита. Да? Вот такая пленочка берется. И что? Грибковые заболевания, они не способны уже там дальше развиваться. Пожалуйста, если вы будете это делать, у вас будет хорошая защита. Если кто-то не может молоком или сывороткой, пожалуйста, применяйте Байкал. Это одно и то же. У вас всегда будет защита от грибковых заболеваний. Правильно развести, сделать состав. Надо на ведро воды литр молока. А сыворотка? А сыворотка там идет один к одному уже. Вот, например, вы литр сыворотки взяли и литр воды. И тоже опрыскивать надо. Чтобы защита это работало, надо мелким-мелким опрыскивателем, чтобы не капли стекали, а именно ложились капельки. И чтобы оно подсыхало. Тогда будет эта защита. Это будет создаваться и пленочка. И однобровенно бактерии кислые они будут убивать грибы, которые находятся именно на этом листочке. Если корни вымываются, присыпаете землей и 5 сантиметров, и 10. Некоторые даже советуют такой образ. Вот есть у нас веревочка. И огурчик у нас плетется по нем вот так вот, спиралька. Мы его закручиваем, закручиваем. Когда огурец у нас подрос, 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 мы уже первые вот эти вот убрали. Собрали урожай, их убрали. Следующий брали. Что мы можем сделать? Усики мы обрезаем сразу. Чтобы они у нас даже и не были, мы его лучше повяжем, чем он будет разветилой на эти усики. Растения отвязываем. А здесь, когда садим, оставляем ямочку. Спустили колечком тут, сложили его и земелькой присыпали. У нас огурец спустит дополнительные корни и таким образом он будет как новопосаженный. То есть у него появится еще больше сила роста, еще больше это цена. Поэтому корни вымываются, присыпайте, не бойтесь, это будет только плюс. Самое главное не рыхлить, так как мы с вами уже говорили, что корневая система на поверхности, поэтому урыхление приводит к обрыванию корешков и это убедительно сказывается. Есть у нас огурцы регенерирующие. Если плеть у вас верхняя повредилась, вот эта главная, она пускает почечку боковую, которая замещает, потом в будущем, главный, она продолжает дальше расти и плодоносить. То есть, если раньше были у нас сорта, те, которые главную плеть, если вы случайно там, ну, тяпали, я не знаю, что вы наступили, сломалась она, все, огурец прекращал свой рост, то это, и существуют такие сорта, которые они самореглинирующие, и они дальше идут, и она дальше плодоносит без проблем. Это гибриды. Почему мы все время не охотимся, конечно, а выбираем, даем предпочтение гибридов? Потому что время идет, как мы уже с вами разговаривали, да, и болезни у нас меняются, и вредители у нас уже приспосабляются. Сейчас обыкновенного колорадского жука, обыкновенная чесночная водичка сразу не выгоните. То есть все, все меняется, и поэтому надо подбирать именно к нашим условиям. Это мы можем дома, да, с ними играться, и холить, и лелеять, и радоваться урожаем. Если у нас они не подвязаны, мы покупаем огурцы, которые лучше выращивать, не на шпалере. Это я вам рассказала подробно, как у нас на шпалере, да, у нас, у наших, у нас, у нас, а есть польская селекция и Моника, и Цезарь, и Ратибор, и Одис. Это те, которые выращиваются не на шпалере. То есть их можно выращивать, но лучше они себя будут показывать, когда они будут лежать на грунту, и у них идет немножко другой, как бы особо формировать, с ними так не надо. В чем их идет особенность именно польской селекции, почему мы говорим их лучше всего садить на дачу, то есть не дома под калиточкой, где мы можем выйти и каждый день полить, сорвать огурец и все остальное. Это идут огурцы, которые идут антистрессовые, то есть их листва прикрывают зависть, понимаете, от жары, от нашей собственной жары. Они не так сильно требовательны к влаге, то есть ну они хотят влаги, конечно, но немножко этот самый, Они саморегенерируются, как я уже говорила, опять если что-то повредится, они дальше продолжают расти. То есть это огурцы, которые больше преимущественно выращивают, как, знаете, фермеры в полевых условиях. Здесь они будут показывать себя хорошо, все это самое. То есть не такие они уже привиледливые, как другие гибриды. Обычно когда дачники обращаются, говорят, что нам высадить на дачу, я, конечно, рекомендую польскую селекцию. Почему? Я знаю, что человек, которого недостаточно уделит внимание, своему участку или он не может каждый день быть на даче, а раз в неделю и хотел бы получить урожай, это только польская селекция. Устойчивость с заболеванием. Восстановление, например, вот у меня фермер три года назад взял польскую селекцию и высеял огурец ратибор. А тот град, может помните, три года назад и что? И выбил все. Он расстроился, приехал, говорит, что пересевать? Я говорю, давайте подождем. Через неделю огурец восстановился полностью, пошел в рост и дал прекрасный хороший урожай. И человек не потерял ничего. Вы понимаете, какие были у него затраты. Радость такая, он приходит и говорит, Галина Дмитриевна, такой урожай получил, я благодарен за такие огурцы. Я говорю, ну это, слава богу, поляки, они поработали, у них очень большие перепады температур. В ночное время холодно, а днем жарко. И как раз он к перепадам очень хорошо устойчив. Поэтому имейте в виду, если у кого-то такие условия, пожалуйста, приобретайте именно польская селекция огурцы. В голландской селекции есть такие огурцы, это Аякс, Гектор, наверное, из вас многие уже знают эти огурцы, они тоже устойчивы в полях, но Аякс выдерживает лучше. Именно тоже перепады, тоже учитывайте это, он устойчив также к переноспорозу. Поэтому сделайте для себя вывод, что вам нужно в этом году посеять. Сможете ли вы достаточно уделить внимание, чтобы получить хороший урожай. Всем хочется получить урожай, а времени ли у вас хватает, задайте себе вопрос. Поэтому покупайте семена, соответственно, что вы можете сделать на своем участке. польской прищипывать ничего не надо, он сам разветвляется, и не надо ничего прищипывать. И еще вопрос многие задают, купили мы семена, скажите, пожалуйста, на шестом листочке, на пятом листочке, вот я прочитал в газете, там, вот рекомендуют. Я вам хочу сказать, это сорта старая, которая рекомендует, чтобы больше было завязи, женских цветков. Здесь 90% уже заложены женских цветков, никаких прищипов делать не надо. Здесь вы получите однозначно урожай, потому что здесь 90% женских цветочков. Но он опыляемый, нужна пчела. Мне стоят селекционеры Польши на месте, идет все время селекция вперед, и корнишончики сейчас намного лучше, чем у Цезаря. И меньше размерами, и тоньше шкурочка, как мы говорим, и вкусовое качество намного выше. И еще, что я хочу сказать, что именно польская селекция, можно огурец засолить. Это брожение. То, что мы любим, да, многие. А уже эти огурцы надо подумать, можно его засолить или нет. Он идет только под уксус, или просто скушать его в свежем виде. И вы уже, наверное, столкнулись, кто применяет органическое земледелие, применяет компост, применяет навоз, что огурец сладкий. Именно тот вкус, как мы всегда говорим, нежинский огурец, да, куст детства. Огурцы бывают горькие в нескольких случаях. Это когда недостаточный полив влага. И когда это идет старая селекция, ну, не скажем так, старая, прошлая селекция, да, сейчас есть огурцы, которые генетически без горечи. даже даже если у вас не будет хватать полива, не успели, не смогли, они будут не горькие. И еще что, ошибочно, что голландские огурцы очень твердая шкурка. Это неправда. Я выращиваю и получается очень хороший. Если вы срываете пекули, маленькие или корнишоны, если он у вас перестоял уже, конечно, через неделю вы сорвали, но там почистите шкурочку и скушайте просто салат его. А вообще огурцы очень вкусны, если вы в действительности органисты и выращиваете не на химии, а на органике. Выращивайте и достигайте самых лучших урожаев. А мы будем рады за вас. Субтитры